С 23 по 28 мая в Ульяновской области пройдет 11-й международный кинофестиваль от всей души имени Валентины Леонтьевой. В рамках фестиваля пройдет около 100 событий. Прежде всего, творческие встречи с известными актерами Юрием Стояновым и Анастасией Макеевой. А также моноспектакль «Неслучайная встреча» с Сергеем Маковецким. 2019-й объявлен в нашем регионе годом национального единства. В связи с этим в программу кинофорума вошли показы чувашских, татарских и башкирских фильмов. Специальные сеансы пройдут в муниципальных образованиях региона. Кстати, в конкурсную программу в этом году вошел фильм «Дикие предки». Он снят на территории нашего региона и с участием ульяновских актеров. Фильм про ульяновских жителей. Ну а что самое ценное для нас именно в этом году, в год национального единства, да, фильм посвящен как раз межнациональной теме. Фильм о дружбе двух народностей, о дружбе и недружбе, там по-всякому юмористические коллизии. На кинофестивале будут представлены 50 фильмов из 15 стран мира. Армении, Республики Беларусь, Великобритании, Дании, Китая, Мексики и других. География фестиваля охватит все муниципальные образования региона. А в Ульяновске будут задействованы традиционные площадки «Синема-парк», «Современник», «Крылья», «Парк», «Владимирский сад». В этом году также будут введены две новые киноплощадки – сквер имени Карамзина и информационный центр по атомной энергии. Там состоится публичная лекция президента кинофестиваля народного артиста России Владимира Хатиненко в рамках заседания Оргкомитета празднования 150-летия со дня рождения Владимира Ленина. В церемонии открытия, в церемонии закрытия будет присутствовать еще один региональный тренд, который мы никак не могли обойти вниманием. Это год изобретательства и инноваций в Ульяновской области. Он не отражен здесь в деловой программе, он не отражен в кинопрограмме, но вот в церемониях он обязательно будет представлен. Что именно, рассказывать на пресс-конференции, посвященной предстоящему фестивалю, не стали, но обещали большой сюрприз. Важная информация – вход на все показы фильмов бесплатный. И, к слову, Минкульт России не так давно провел рейтинг всех региональных фестивалей страны, а их почти 180. Так вот, наш вошел в десятку лучших. Продолжение следует...